Конец августа – последняя возможность для иссыкульцев подзаработать в период туристического сезона. Проезжающего по Нату, Бастыри, еще можно заметить отдыхающих, идущих с пляжа или на пляж, закутавшихся в полотенца и несущих с собой какой-нибудь надувной баллон. Через 20 километров картина уже другая. В селе Курумду туристов почти нет. Проезжающих встречает кладбище с разрушенным кирпичным забором и несколькими поваленными памятниками. Виной тому селе. Наводнение разрушило все. Пострадала стена кладбища. Это из-за наводнения. Тут было полно воды. За полгода в Кыргызстане сошло более 300 селей. Это рекорд за 30 лет. Последние паводки пришлись на Иссыкульскую область. Селевые потоки затопили около 500 домов. 150 из них принадлежат жителям села Тимировка. С последствиями грязевых потоков там борются до сих пор. Помогать приезжают жители других районов. Стороней не остались и сыкульские спортсмены. Сейчас мы открыли основной путь, но работы еще много. Нужны руки. Мы выражаем глубокую благодарность всем неравнодушным гражданам, которые сейчас здесь чистят дворы, мосты, оказывают общую помощь. Мы спортсмены и тренеры из спортшколы из жития Угусского района. Приехали, чтобы помогать людям. Глубокая благодарность за все. Мы с народом. Одна группа спортсменов и тренеров, как и дилер Узбаев, помогает в устранении последствий селя вдоль центральной трассы. Другая вычищает грязь во дворах местных жителей. В том числе Кубанычбек Эгибаев, старший тренер по боксу Тюбской спортшколы. Откуда? Тюбский район. Тюбская районная спортшкола. А спорт какой? Спорт разный. Копси, футбол, тейнс. Боксеры, борцы, футболисты, шампатисты, волейболисты, баскетболисты. И все тут? Примерим по боксу. На помощь посереда работаем. Недавно были в Чоколете, тоже помогали. Руху рот чистили. Участок, где работает Кубанычбек Агай, расположен на улице Кокешева. Неподалеку вовсю трудятся спасатели МЧС. Многие из них выгребают грязь из подвалов. По словам сотрудников, на чистку этих помещений уходит несколько дней. А запах там отвратительный. Война с последствиями селей – это дело важное. Но обед все равно по расписанию. За него отвечают Гульмира Исманкулова и Нурболот Молдакунов. На обед – мясо с картошкой и овощной салат. Всего 50 порций. Это готовили мамы, невесты. Каждый день жители разных сел стараются чем-либо поделиться. Мы решили, что за обед каждый день отвечает определенная улица. Этот обед приготовили мы с родственниками. Завтра будет готовить Нижняя улица. Раньше через село до озера Иссыкуль пролегало естественное русло. Но в конце 60-х годов, прошлого столетия, русло засыпали и начали застраивать домами. Раньше в месте, где стоит КАМАЗ, было русло. Тогда при сходе селей не было видно даже головы лошади. Я дожил до этого возраста. Столько бед пережил. Но такого еще не было. Сыдыкбеку Байке 72 года. В селе Тимировка он живет с рождением. После выхода на пенсию начал заниматься огородом. Вдоль забора высадил деревья. На грядках выращивает капусту, помидоры, огурцы и тыкву. В этом году решил попробовать посадить клубнику. Это саженцы, которые я пересадил. Я подготовил их к следующему сезону. Вот, выросли. Я не знаю, когда мы все это вычистим. Высота грязи примерно 60-70 сантиметров. Здесь была посажена клубника. А тут я провел шланги для капельного орошения. До этого лета клубнику выращивал только в молодости, когда еще было время. А потом стало некогда. Работа. Сели, затопили весь огород. Большая часть урожая погибла. Остались недозревшие тыквы и несколько помидоров. Ими Сыдыкбек Шаакевич любезно с нами поделился. Вот, я говорю своим маленьким внукам, вот это и цикульские, и цикатинские экологические помидоры. В магазинах продаются помидоры вредные, с химикатами. Несмотря на разрушительные паводки, Сыдыкбек Байки не огорчается. Самое важное, считает он, что никто не пострадал. А огород можно будет восстановить, только непонятно, за какой срок. Но самое главное, живым и здоровым осталось. Только сейчас видели мои уныки, пошли в город, поехали. Ну, если господинство поможет, сделаем следующий год, сделаем хороший. А город не поможет, через 30 лет начинаем. Первыми, кто принял на себя удар селя в ночь с 18 на 19 августа, были жители улицы Урманбетова. Многие лишились скота. По рассказам сельчан, грязевые потоки унесли пять машин. Участок каната затопило полностью. Его дом пострадал в числе первых. К счастью, сами люди не пострадали. Хотя, по словам жителей, таких разрушительных поводков они не видели никогда. Даже те, кому почти 100 лет, говорят, что они такого не видели. Такое местные жители видят впервые. Похоже, что такое повторяется каждые 100 лет. Все знает только Бог, а нам ничего не известно. Времена для жителей села Темировка сейчас нелегкие, но поддерживают их всей областью. Да и центральные власти пообещали помочь.